В эфире новости РТК «За Байкале» в студии Вера Асадулина. Здравствуйте! И главные темы выпуска. Чита новогодняя, как украсят наш город главному празднику зимы, рассказала Инна Щеглова. За стройка вслепую. Жители Смоленки недовольны тем, как на соседних территориях осваивают дальневосточный гектар. В преддверии столетия в 212 окружном учебном центре сегодня открыли мемориал защитникам Отечества и Комнату Славы. А теперь подробнее найти другие темы. Читу уже начали украшать к Новому году. Шахматный парк и площадь Ленина понемногу приобретают праздничный вид. На очереди и другие общественные локации. Новогодняя концепция продолжит празднование 370-летия Забайкальской государственности. Будет поддержана и тематика патриотизма. В основу цветовых решений ляжет российский триколор. Об этом накануне рассказала журналистом, руководитель администрации Читы Инна Щеглова. Также добавив интересные подробности о том, где можно будет провести январские праздники и как она сама отметит Новый год. Новогоднее оформление начало появляться на центральной площади Читы, а уже в начале декабря украсят парки «Солнечный» и «Коллективный труд». Затем на очереди яркая иллюминация для Северного Арбата, Гагаринского парка и аллеи на улице Горького. Новогоднее убранство в этом году тематическое, в цветах триколора. К примеру, светодиодный фонтан на площади Ленина станет белым, а зона фудкорта – красной. Еще на ней установят три композиции изо льда воинам-участникам СВО под названиями «Привал на страже и воин-защитник». Основная идея у нас встречи Нового года. Понятно, что 370-летие – это заглавная тема у нас 2023 года. И было бы нелогично заканчивать Новый год без именно этого праздника и, так скажем, финальной точки как раз празднования 370-летия российского Забайкалья. Поэтому эта тематика у нас будет прослеживаться везде. При этом базовый логотип, тот, который вы видите на экране, Новый 2024, он будет не только в городе Чите, но и в Забайкальском крае. Губернатор Забайкальского края Александр Михайлович Осипов у нас одобрил данный базовый логотип. И девиз «Сохраняя традиции, создаем будущее» и три основных тезиса – семья, вера и отчизна. Вы видите о том, что СВО у нас в любом случае получается, потому что эту тему мы никак обойти не можем, потому что она такая центральная. Праздничный транспорт для читинцев тоже запустят. Это будет новогодний автобус, правда, пока неизвестно, какого маршрута. Вместе с кондуктором на рейс выйдут Дед Мороз и Снегурочка. Да и в целом график движения общественного транспорта в праздники уже готов. Я хочу вам сказать, что уже сейчас даже отрегулирован график на зимний период времени. Мы недалее, как полторы недели назад, собирались со всеми перевозчиками, которые у нас осуществляют пассажирские перевозки, договорились с ними. Ну, понятно, что это коммерческие истории. Наша часть муниципального транспорта, она, конечно же, будет отрегулирована для того, чтобы и сейчас транспорт, я имею в виду троллейбусное управление, троллейбусы, во всяком случае, ходят до графика, который мы установили. С коммерческими перевозчиками договорились, что подредактируем и уже несколько маршрутов у нас сошли в холодный период времени с более поздним выездом и заездом с отдаленных районов города Читы. Концепция празднования самого Нового года пока не готова, но, по словам Инны Щегловой, ее уже прорабатывают. Однако уже известно, где четинцы могут провести новогодние гуляния с 23 декабря по 13 января. Недавно проанонсировали, что будет достаточно неплохая программа, я имею в виду кинофильмов в наших кинотеатрах. Ну, понятно, все будет, большое количество мероприятий, которые будут проводиться. Но мне кажется, надо проводить время на воздухе, и у нас совместно с Министерством спорта тоже будет очень много спортивных мероприятий. Конечно же, ходить на катки, на все представления, но и не забывать о елках. Елки, мне кажется, тоже такой своего рода праздник для детей и для взрослых. Сама же Инна Щеглова планирует встретить наступающий 2024-й на площади Ленина. Сразу после речи президента она поздравит четинцев вместе с губернатором края Александром Осиповым. А после проведет время в кругу семьи. Григорий Анипер, Анатолий Тюльни, ФРТК Забайкалье. Жители Смоленки и ее окрестностей недовольны тем, как по соседству осваивают дальневосточный гектар. По их словам, некоторые земельные участки дают прямо перед их забором, создавая неудобства и загромождая пешеходные дорожки, тем самым вытесняя людей на проезжую часть. Как решить появившуюся проблему, выяснял Григорий Анипер. Жители Смоленки и ее окрестности уверены, их поселок превращается в безразмерный дачный кооператив. Все потому, что земельные участки в рамках проекта «Дальневосточный гектар» раздают впритык к уже построенным домам. К тому же новые владельцы, сами того не подозревая, застраивают природоохранную зону с действующими проездами и минерализованными полосами. Дети себя комфортно чувствуют, когда идут вот здесь. Летом особо много велосипедистов здесь ездит. Дети катаются, мамы с колясками ходят. Теперь эту зону закрывают и принудительно всех выталкивают на дорогу. То есть на тот момент, когда я покупал этот участок, я вот в этой зоне даже за деньги бы не смог никогда купить участок. Теперь почему-то это вдруг стало можно. Эдуард уверен, что еще одного земельного участка между его домом и дорогой быть не должно. Однако напротив его калитки уже четвертый год стоят столбики для будущего забора, который в любой момент может быть достроен. Похожая ситуация и у его соседа Сергея Петрова. Мужчина и его жена хотели жить поближе к дочери. Переехали из Кыринского района и решили оформить в собственность небольшой участок рядом с родственниками. Но оказалось, что земля уже под дальневосточным гектаром. Вот я хотел вот этот небольшой участок взять, но тут уже не получается, потому что дальневосточный его забирает. А уже 4 года прошло, а он и не строится, и ничего делать, и не идет ни к чему. Ни к тому, ни к чему. И земля стоит, и ничего не делается. Пока Эдуард и Сергей ждут, что земельным участком будет делать его хозяин, еще одному жителю Смоленки повезло меньше. У Максима Сушко есть строительный магазин. Месяц назад рядом с ним выделили место в рамках дальневосточного гектара и начали застраивать, загородив гаражи для больших грузов. Теперь они не могут заехать и разгрузиться. По его словам, хозяйка участка не идет на уступки и всячески игнорирует просьбы исправить ситуацию. Ничего не говорят, они здесь появляются, тихо, не слышно. Тут владельцев-то и нету. Все, кто приезжают строить, они говорят, мы ничего не решаем. И дают номер телефона этой женщины, которая неохотно разговаривает. Она понимает, что они мне тут все перекрыли. Ну, почему-то не идут никак вообще. Построили здесь этот домик, сколько там по квадратуре, который подходит для того, чтобы земельный участок в собственность перевести. Также здесь из-за нарушений, здесь линия электропередач прямо у них по участку идет над их участком. Как бы это тоже нарушение. Не знаю, почему в земельном комитете никаких ответов не сказали по этому поводу. Люди уже не раз обращались в администрацию Читинского района и прокуратуру. Единственное, чего удалось добиться, это ответа с просьбой подождать. Мол, хозяин гектара передумает осваивать, и земля перейдет обратно в природоохранную территорию или в их собственность. Землю под гектар распределяет компьютер, а все несостыковки из-за отсутствия генплана застройки Смоленки, поясняют жителям. Проект планировки территорий, она подразумевает полностью всего сельского поселения, то есть населенного пункта. То есть тут будут предложены гражданам все варианты для нормального формирования участка. То есть Дальневосточный гектар предусматривает, что гражданин Российской Федерации, который участвует, он сам вырисовывает участок, мы его где-то правим, но с точностью поправить уже на местности. Это надо будет уже делать специализированным организациям, которые имеют на это лицензию, понятно, и могут поставить точки правильно. То есть, как мы говорим, те же пешеходные дорожки, те же дороги, где-то участки будут двигаться, понятно, что это будет согласование с гражданами, но фактически это направлено на удобство людей. Чтобы людям действительно стало удобно жить по соседству с Дальневосточным гектаром, нужно утвердить генплан застройки Смоленки. На сегодня его согласовывались семь раз, но пока что безуспешно, есть много нюансов. В следующем году администрация Четинского района повторит попытку с исправленным планом застройки, и только после того, как его утвердят, можно будет навести порядок с участками Дальневосточного гектара. Григорий Анипер, Никита Дроздов, Владимир Николаев, РТК «Забайкалье». Сразу несколько важных событий произошли сегодня в 212 окружном учебном центре Восточного военного округа. В канун столетия учреждения там открыли мемориал защитникам Отечества и комнату славы, посвященную Леониду Ильичу Брежневу. Все подробности в материале Екатерины Бакшеевой. Прямо в канун 100-го юбилея 212 окружного учебного центра в Песчанке на его территории открыли мемориал в память об участниках специальной военной операции, чтобы почтить память погибших военнослужащих и вселить веру в тех, кто только учится военному ремеслу. Это говорит о благородстве наших вооруженных сил, о памяти к воинам, защитникам Отечества. И то, что в канун и в настоящее время этого праздника вы не забыли своих боевых товарищей, которые выполняют свой долг. Память погибших бойцов почтили минуты молчания, а после возложили красные гвоздики на мемориал. Еще одна причина, по которой 24 ноября 2023 года точно войдет в историю – открытие Комнаты Славы, посвященной памяти Леонида Брежнева. Организаторы показали те условия, в которых когда-то жил и учился Леонид Ильич, и даже воссоздали его танковый комбинезон. Это танковый комбинезон той эпохи, их шьют на заказ. Сейчас развита такая индустрия, и краги, и шлем. Мы, к сожалению, еще, в силу того, что время у нас было достаточно ограничено, мы еще не все успели сделать, что хотели. То есть там значки той эпохи, знаки воинской доблести, квалификационные значки. Это потом мы сделаем апгрейд этой экспозиции, и будет все это появляться. Интересно, что вся выставка поместилась буквально на нескольких квадратных метрах. Комнату специально сделали небольшой, чтобы как можно лучше показать все условия быта. Главными экспонатами по праву можно назвать копию личного дела генсекретаря ЦК КПСС и его письмо, посвященное бывшим сокурсникам. Проходя здесь военную службу, он писал своим бывшим сокурсникам. И вот мы как раз можем видеть копию данного письма, которое также было опубликовано в одной из газет «Знамя Дзержинки» в 1936 году. Ну и коллекцию других документов, включая даже паспорт Леонида Ильича Брежнева. Вместе с тем на выставке есть сохранившееся учебное пособие, по которому еще в 1930-х он учился вождению танка Т-26. А совсем скоро на постаменте возле штаба полка может появиться и бюст Леонида Ильича, который отреставрирует сотрудники музея. Екатерина Бакшеева, Антон Носов, РТК Забайкалье. Их объединяют погоны, а вот изюминка у каждой своя. Сотрудницы полиции, таможни, Федеральной службы судебных приставов, МЧС, УФСИН и других ведомств накануне сразились в необычном поединке красоты. Подробности у нашей съемочной группы. Несколько месяцев подготовки и вот он, первый межведомственный конкурс «Краса в погонах». Девять участниц готовятся выйти на сцену, чтобы продемонстрировать грацию и свои профессиональные достижения в финале, которому предшествовала нешуточная кулинарная битва и другие не совсем обычные для конкурсов красоты этапы. Этапы на самом деле были очень сложными, но запоминающими и эмоциональными. Адреналин в крови играл на всю катушку. Особенно сложной была полоса препятствий, где мы преодолевали ее в военной части и стрельбы, получается, мы стреляли там. Сегодня мне нужно преодолеть свое волнение. Я уверена, что я справлюсь, все будет отлично. Волнение участниц вполне объяснимо. Полный зал зрителей и самое строгое жюри. Председателем которого выступил известный российский актер Андрей Соколов. «Мы представляем победителя как идеалы женщины. 90-90-90. Но для меня всегда манит в женщине некая загадка, харизма, которую объяснить сложно. Надеюсь, что и здесь будет вот эта вот тайна. Потому что, знаете, как приспособ, когда сороконожку спросили, как она ходит, она начала думать, не могла пойти. То же самое женщина. Женщина, что самое главное? Загадка. Андрею Соколову не раз приходилось судить подобные конкурсы. Но этот, отмечает он, особенный. У него необычная цель. Мы хотели показать, что у женщины военнослужащей – это тоже мама, это тоже красивая женщина, это тоже творческая личность. И хотелось бы именно привлечь внимание сегодня к профессии. К профессии военнослужащего, к профессии защитника Родины. И то, что защищает Родину действительно могут и мужчины, и женщины. И это наша общая святая обязанность. Ну а поскольку мы культура, мы, естественно, владеем инструментами того, каким образом можно это показать и продемонстрировать, мы взяли на себя эту замечательную почетную обязанность с удовольствием. В финале конкурсантки удивляли яркими танцами, знаниями истории Забайкалья и чувственными рассказами о своих героях. Каждый творческий номер тоже отличался своей изюминкой. Кто-то решил покорить жюри цыганскими мотивами, кто-то – изящными бальными танцами, а кто-то – стихами о бойцах СВО, которые зал слушал стоя. Младший судебный пристав Марина Леонова наглядно показала, в чем главное отличие этого конкурса. Неожиданной кульминацией мероприятия стало предложение «Руки и сердце», которое получила участница Анастасия Сельченкова. Но можно с уверенностью сказать, что каждая конкурсантка в этот вечер чувствовала себя особенной. Победительницей же стала сотрудница Управления Федеральной службы исполнения наказаний Инна Томских. Мисс Краснодар-погонок-2023 становится Инна Томских! Екатерина Пешкова, Владимир Николаев, РТК «Забайкалье». Это еще не все новости на сегодня. Смотрите далее в нашем выпуске. Рекордное 2023 и более 2 миллиардов рублей в этом году пошло на ремонт забайкальских школ. Пять минут тишины. Чем иногда оборачиваются подозрительные затишья? В детской с нами поделились забайкальцы накануне Дня матери. КОНЕЦ Вы смотрите новости РТК «Забайкалье». Продолжаем наш выпуск. Губернатор Александр Осипов встретился с бронзовой призеркой первенства мира по Киу Кюсюнкай карате в Токио Ангелиной Поповой и ее тренером. Тренеры сборной команды России по итогам двух лет соревнований выбрали юную каратистку, чтобы она защищала честь нашей страны в Японии. В Токио она одержала победу над спортсменкой из Германии, уступив по весу спортсменке из Японии, в результате чего стала бронзовой призеркой. Девочке 12 лет, она учится в Читинской школе номер 26 в седьмом классе. Тренер Ангелины и ее мама Лариса Попова рассказала о том, как проходили схватки. Она тренирует дочь с четырех лет и признается, что победы дочери для нее как свои личные. Она рассказала, что в дни турнира на местном японском телевидении о выступлениях Ангелины говорили, что именно в России живут настоящие самураи. Бой закончился для меня быстро почему-то. Пролетел незаметно, да? Да? Функционалка тебя не подкачала? Нет. Нет? Как, что там было с очками или с чем? А ей безоговорочно все отдали, все сути, все прям сразу за нее. Глава региона вручила Ангелине и ее тренеру благодарственные письма и пожелал дальнейших успехов. 2023 год стал рекордным для образовательной системы региона. На капитальный ремонт школы в Забайкале получила из федерального бюджета свыше двух миллиардов рублей. Как освоены эти средства, в сюжете далее. Очередное заседание фракции «Единая Россия» посвящено реализации партийного проекта по модернизации школьной системы образования. Для доклада о работе за год текущий и планах на 2024 депутаты пригласили первого заместителя министра образования и науки края Арюну Байкову. По ее словам, в капитальный ремонт Забайкальский школ в этом году вложена рекордная сумма – более двух миллиардов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году. Из 49 объектов, которые участвовали в капитальном ремонте, 44 объекта 100% завершили работы, 42 объекта подписали акты выполненных работ. Дети у нас обучаются, все в штатном режиме. В пользу случаем также хотела бы поблагодарить подрядчиков, которые участвовали у нас в данной программе. Но осталось еще у нас два объекта, которые акты выполненных работ получили замечания комиссионные и в настоящее время их устраняют. Депутатов, конечно же, интересует готовность школ в их избирательных округах. Сегодня средняя школа, которая находится у нас в селе Колга, нашего районного центра, таблица стоит 83%. У меня есть фотографии сегодняшнего дня, директор школы, глава, который исполняет обязанности и так далее, информации. И сам я лично там был. Ни о каких 83% можно не говорить. И риски, которые есть, есть риски, что она по этому году будет не введена. Школа Колга, она капиталится за счет единой президентской субсидии. Да, это поэтому она здесь не прозвучала. По ней, да, ситуация достаточно серьезная. Подрядчик Сушкова Татьяна Евгеньевна, мы неоднократно ее и приглашали в Минобор и сами выезжали на объект. Ситуацию знаем, подрядчик недобросовестный. По информации замминистра, пять школ будут сданы с нарушением сроков капремонта. Контрольная дата – конец ноября. Депутаты призывают сделать выводы. Это повод сделать достаточно серьезные выводы на следующий год с точки зрения формирования перечня подрядчиков, которых мы привлекаем к работам, потому что ресурсно стройка обеспечена всем необходимым. Нельзя говорить о том, что где-то чего-то не хватило, где-то не хватило денег и так далее. Да, у нас были проблемы с логистическими цепочками, со складским хозяйством, с выполнением работ подрядчиками и их субподрядчиками. То есть нам сейчас за зимнюю кампанию, пока мы будем заниматься проектно-сметной документацией на следующий период, необходимо все это оценить, для того, чтобы не повторить этих ошибок в будущем. Для участия в федеральном отборе на 2024-2026 годы Краевой Минобор подал 125 заявок с уже готовой проектно-сметной документацией и госэкспертизой. Но результат пока неутешительный. На будущий год в программу капремонта включены только шесть школ. Вы сказали, по городу Чита пять объектов, пять школ. Можно? Какие? Меня интересуют 23-й и 24-й школы. Они вошли? 23-й и 24-й нет. Они уже заявки были. Они, соответственно, пока будут на 24-й и на 26-й год при дополнительном отборе. По Забайкальскому району в бюджет 23-го и 24-го года не вошел ремонт Даурской школы. Можете как-то это пояснить и какие перспективы по этой школе? Заявка наша больше, чем те результаты, которые мы имеем. Но мы в любом случае руки не опускаем. Во все федеральные программы стучимся. Заявки свои подаем. Будем наставить на том, чтобы все наши объекты были включены. По словам замминистра, надежду, что список школ для региона расширят, подкрепляет и Минпросвещение России. Там ждут увеличение средств на капитальные ремонты образовательных учреждений. Поэтому сегодня Забайкалью важно максимально подготовиться уже к 25-му году. Решение о выделении муниципальным образованием средств для разработки проектно-сметной документации и прохождение госэкспертизы краем уже принято. У депутатов эта тема на постоянном контроле. Эльшат Сафаров, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалья. Ежегодно в последние воскресенья ноября в России отмечается День Матери. Редакция нашего телеканала узнала, что делают дети, когда мамы решают устроить себе пять минут тишины. В конце холодной осени в России отмечают очень теплый праздник – День Матери. Он собирает семьи за одним столом и дарит повод сказать слова любви самому дорогому человеку. В преддверии этого замечательного праздника команда нашего телеканала объявила акцию «Пять минут тишины» и попросила мамочек Забайкалья поделиться с нами забавными моментами из жизни. Сын нашего корреспондента Анны Бородиной, например, очень любит водные процедуры. Всегда нужно куда-то бежать, что-то изучать. Этим летом предметом для изучения у нас стали лужи. Просто ходить, прыгать и бегать по ним. Стало скучно, и он решил, что самый лучший вариант – это в них сидеть, ну и кидаться камнями в маму. Пока руководитель регионального союза добровольцев России помогает другим детям, ее собственные помогают ей по хозяйству. Кристина Рахманова в ответ на все это белое безобразие с улыбкой предполагает, а может, будущий шеф-повар растет. Признавайтесь, кто из вас в детстве не мечтал залезть в мамину косметичку? Пятилетний Ростислав решил изменить себя до неузнаваемости. И это у него, кажется, получилось. Больше забавных моментов можно увидеть в наших социальных сетях по хэштегу «5 минут тишины». А мы с командой телеканала «За Байкалье» поздравляем всех мам с этим праздником и желаем, чтобы ваши пять минут тишины проходили без особых эксцессов. Евгения Бузлаева, РТК «За Байкалье». К этому часу это все новости на сегодня. Наша творческая команда рассказывает о людях, их достижениях и проблемах. Номер для связи с нами – 8-914-120-1813. Предложить свою новость или видео можно еще быстрее. Сканируйте QR-код, который сейчас на ваших экранах, и попадайте в нашу группу в Телеграм. Поделиться своей проблемой, историей или необычным видео можно в специальном закрепленном сообщении в шапке профиля. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин